1292 год. Королем Шотландии был провозглашен Иоанн Болеоль. С этого момента начинается завоевание Шотландии, Англии, которая правда очень долго продлилась, около 300 лет. Но начался этот роман, здесь его завязка. Суть предыдущего всего была такова, что в Шотландии начались проблемы с наследованием престола. В 1990 году, в 1290 году, умерла Маргарета Норвежская. И там было 14 кандидатов на престол. И в это дело вмешалась Англия, как самая сильная соседняя страна. И они поддержали в качестве претендента на престол как раз вот этого Иоанна Болеоля. Это все называется Великая Тяжба. Ну то есть фактически шотландцы сами отдали англичанам на суд, сочли их за арбитры. То есть как бы такой арбитраж они провели англичане и поставили этого Иоанна Болеоля. А Болеоль за поддержку обещал им, что он признает власть Англии над Шотландией. То есть что он будет вассалом, будет автономия Шотландии, как бы в составе Англии. Этим, конечно, были недовольны многие шотландцы. Они до сих пор еще тогда на кельтском языке еще говорили, не были англифицированы. То есть это совсем другая страна была, Шотландия. С другим языком, другой культурой, другим народом. Англия тут, по их тогдашним представлениям, Англия вообще была ни при чем. Ну вот начались у них восстания, и сам, в общем, Болеоль понял, что его народ тут не поддерживает, аристократия не поддерживает. Он договорился с Францией и Норвегией, которые были врагами Англии. И в 95-м году он выступил уже сам тоже против Англии. Тогда 1296 год было вторжением англичан на территорию Шотландии. И 10 июля 1296 года взяли в плен этого Иоанна, была такая битва при Спотсмуре, где шотландцев разбили. И вот с этой точки официально он отказался от того, что он король Шотландии. Королем Шотландии объявил себя английский король Эдуард. То есть 1296 год, вот точка, когда официально впервые было провозглашено объединение Англии и Шотландии, то есть современная Британия возникла. Иоанн Болиоль сидел в Тауэре, потом его выслали во Францию и так далее. В общем, всякое влияние на шотландскую политику он потерял, но в стране началось сразу же восстание с 1997 года. И в 1306 году будет королем проглашен Роберт Брюс, известный герой шотландского народа, лидер войны за независимость, о котором я, конечно, расскажу. Ну, сейчас вот такой приквел к всей этой шотландской истории, которая еще долго продлится. Вот поставили этого короля марионетку, и это привело к дальнейшим событиям, то есть присоединение к Англии и народное восстание.